Приветствую вас, и тонкая грана вашего вопроса состоит в том, что не хотелось бы давать вам каких-то совет. То есть и вариант рассказать парню о том, что вы посидели весело с друзьями, и вариант не рассказывать, он равнозначен. То есть по своей сути и тот и тот вариант поведения абсолютно идентичен для вашего мужчины, для ваших отношений, потому что в первом случае вы получаете один результат позитивный и негативный, и во втором случае вы получаете этот результат позитивный и негативный. Но, что нужно понять, это то, где позитива больше, а негатива меньше. Лично для вас. Вот вы ему расскажете, что вы, допустим, устроили посиделку без него. Хорошо. Вы ему доверяете, вы решили рассказать ему правду, для отношений это плюс. Но лишь в том условии, если мужчина воспримет это адекватно. Если он, ну, отнесет себя спокойно, не будет еще больше вас зажимать, не будет вам этого запрещать, не будет обижаться, и поймет, что так происходит. Потому, что он над вами доминирует, и вы хотите быть самостоятельными, посредством жажда свободы. По сути, жажда свободы и стремление отыгрывать свою роль в другом плане. То есть, для вас сейчас роль основная, это роль девушки вашего парня. И это роль, роль подчиненных. То есть, вы как бы, вы как бы, занимаете подчиненное место по отношению к мужчине. А мужчина главенствующий. В этой ситуации, эта роль для вас достаточно тяжела, потому, что вы живете, по сути, не для себя. Даже если вы согласились, наверное, добровольно, все равно вы живете, как бы, не для себя. Вы живете для этого человека. И вам нужна какая-то самостоятельность, вы к этой самостоятельности стремитесь. И вот, если мужчина поймет эту связь, то рассказать ему стоит. Но вы, и только вы, знаете этого человека лучше, чем кто-либо другой. По крайней мере, лучше, чем мы его знаем. И из-за этого, из-за этого, только вы знаете его реакцию на вашу парнянду. Если вы знаете, что он вас не поймет. Если вы знаете, что он вас еще больше будет подчинять себе и может запретить вам это делать. Также, если вы допускаете возможность, что он обидится на вас. То он, там, устроит скандал, крик и так далее. То, естественно, негатива от этого решения больше. Вы рискуете отношения даже потеряться в этой ситуации. И чтобы этого не было, если такая ситуация вполне возможна, то есть, возможно, потерять отношения и, возможно, получить много негатива, то, конечно же, конечно же, рассказывать не стоит. Потому что люди по-разному реагируют на правду. Если вы знаете, что мужчина покричит, потом успокоится и скажет, ну ладно, тоже хочется тебе с друзьями посидеть, посиди с друзьями. Я в целом не против. Если такая ситуация возможна для вас, тогда, конечно, рассказать можно. Но только, если вы знаете, как он отреагирует. И если второй вариант, вариант не рассказывать, несет вам больше позитива, чем негатива, то есть, лучше пусть пребывает счастлив в невидении, то это ваше право. Ваше право делать так, чтобы было меньше стресса. И в этом праве никто вам не может отказать. Потому что, например, мнение, что нужно говорить всегда только правду, простите, если эта правда идет не во вред, ой, во вред, не на пользу, когда шим она нужна. Это право. Человек, получается, сам виноват в том, что не умеет правильно реагировать на какие-то обстоятельства, на свои недостатки, на свои особенности поведения. И если у него отсутствует самокритичное мнение, самокритичное мышление, то, простите, нормальная реакция в этой ситуации для вас именно скрывает правду. Вам негатив лишний не нужен. И потому решение относительно того, как поступать, нужно принимать только вам. Конкретно советовать вам было бы непрофессионально. На этом все. Надеюсь, что помогу вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, то делайте его лучшим. Буду благодарен.